Добрый вечер, Сергей. Что сегодня обсуждаете? Лаура, добрый вечер. Сегодня говорим о казахстанских технопарках. Явление, получившее старт в жизнь два десятилетия назад, сегодня доказало, что может дать путевку в большое плавание казахстанским стартапам и неплохо на этом заработать. Меня зовут Сергей Гергель, в прямом эфире ток-шоу «Итоги» и мы начинаем. Казахстан стал первой страной на территории СНГ, создавшей комплексную законодательную базу для развития сети технопарков. Это было одним из основных направлений стратегии форсированного индустриально-инновационного развития республики, утвержденного в 2003 году. С тех пор минуло два десятилетия. Одним из самых успешных казахстанских технопарков на сегодняшний день является «Астанахаб», открытый в конце 2018-го. На данный момент число IT-компаний, входящих в «Астанахаб», превышает 1300, из которых больше 370 – это компании с иностранным участием. Всего же в технопарке занято порядка 20 тысяч человек, а общий доход компаний, размещенных на инновационной площадке с 2019 по 2023 годы, составил 1,6 миллиарда долларов. Казахстанская нефть Все эти вопросы и не только мы адресуем нашим экспертам. Ну и присоединяйтесь к нашей дискуссии и вы, уважаемые телезрители, сделать это просто, написав нам на WhatsApp или же дозвонившись к нам в прямой эфир. Номера телефонов вы сейчас видите у себя на экране. А я представляю наших гостей. Сегодня на студии Тельман Шуриев, эксперт по вопросам промышленности. Здравствуйте. Екатерина Шмышляева, депутат Мажориса парламента Казахстана. Мадина Барменшинова, кандидат технических наук, ассоциированный профессор, заведующая кафедрой Горно-Металлургического института имени Байконурова. И Санат Аханов, председатель национального агентства по развитию инновации «Казы Innovations». Вам всем добрый вечер. Добро пожаловать к нашему студию. Давайте начнем с того, что, если, конечно, вы знаете, где и какие у нас технопарки на сегодняшний день существуют. Раньше, насколько я знаю, было около десятка их. То есть сейчас работают, не работают, какие инновационные проекты, что делают? Кто прокомментирует? Теперь инновационный. Ну, давайте я прокомментирую. В принципе, да. На самом деле у нас сейчас в Казахстане, я считаю, инновационно-технологическая экосистема уже уровень зрелости достиг хорош. То есть это о чем речь идет? Вот у нас, вот вы сегодня правильно отметили, есть в части IT, финтеха и так далее. Это Астанахаб. У нас есть в Алматите Гарден тоже, в принципе, у него сейчас буквально скоро будет центр инженерии создавать, с международными партнерами, с консорциумом. Ну, здесь, знаете, вообще в целом жизненный цикл инноваций, он же длинный. И здесь надо нам научиться в Казахстане как бы комплексно-системно. Сейчас у нас очень много институтов развития, так или иначе, связанных с занимающимися технологиями инноваций. То есть, вот, допустим, есть Каза-Новещенс, есть Фонд науки при Министерстве науки и высшего образования, есть Казыносы, Казтрейд, Казэкспорт. То есть, в принципе, они все, каждый, мы все свои KPI исполняем. Но сейчас вот у нас... То есть это можно тоже отнести к таким неким технопаркам? Да, не технопарки, это, значит, государственные, квази-государственные компании, которые так или иначе занимаются инновациями и технологиями, и которые имеют различные инструменты государственной поддержки. Допустим, вот Каза-Новещен мы выдаем инновационные гранты. Это безвозмездно, беспроцентно и без залога. То есть у нас уже большой портфель, и очень, в принципе, у нас цифры есть в части эффективности. Главное сейчас эффективность инвестирования. Александр Желудханович, смотрите, то есть сейчас всем говорим о технопарках. Сколько у нас в стране их работает? Если раньше было десяток, то сейчас... И они открывались в специальных экономических зонах, да? Чтобы имели какие-то преференции налоговые, в первую очередь. Да, ну, смотрите, их разные, они по регионам. Ну, по сути, конечно, эффективность там, допустим, если мы видим Астанаха, Палматыки, Гарден, это все-таки столица. Вот в регионах, конечно, там необходимо всю работу фундаментально провести. Их порядка 20 на сегодняшний день, в целом, таких технологических парков. Но здесь... Но самые большие это Астана и Алматы. Конечно, да. То есть я правильно понимаю, что вот здесь именно Астанахаб сыграл такой фактор столичности? То есть близко капиталы, близко правительство, вот все очень близко рядом расположено. Тут скорее не столичность, Сергей, тут профиль. То есть вот у нас вообще самый крупный технопарк, на самом деле, наверное, можно так назвать, это как раз парк, который расположен в Алматы. Это парк инновационных технологий Пита Латау. Он, в общем-то, достаточно крупный технопарк. О нем даже отдельно есть закон, регулирующий деятельность этого технопарка. Этот технопарк объединяет СЭС, ВУЗы, ну, свободную экономическую зону. ВУЗы туда не входят и так далее. То есть по масштабу, как должен выглядеть технопарк, то вот по сути, по структуре это как раз технопарк, которым я говорю. Что касается... А по эффективности? Ну, там более такие фундаментальные инновации. И там идет освоение, значит, тех денежных средств, которые в том числе перечисляют на развитие инновации в рамках НЕОКР наши недропользователи. То есть там конкретный источник финансов. И там под производственные задачи идет разработка тех или иных проектов. То есть они там более фундаментальные, тяжеловесные. Что касается Астана Хаба, то здесь, если говорить, допустим, по обороту резидентов, там по количеству стартапов, да, они там превышают многократно, допустим, технопарк Алматы, но здесь нужно понимать, что Астана Хаб, он, в общем-то, ориентирован в основном на IT-сферу. То есть и растит IT-проекты, IT-инновация. IT-инновации, они в некоторых вопросах более быстрые, в некоторых менее капиталоемкие, полоемкие, учитывая это, плюс экстерриториальность его сыграла роль. На самом деле то, что он находится сегодня в Астане, ничего не значит. Потому что резидентами Астана Хаба являются компании, которые не располагаются в Астане. То есть и это тоже сыграло свою роль. То есть в режим парка смогли войти, по сути, компании, не обязательно являющиеся там, регистрирующиеся в столице. То есть также инвесторы. Инвесторы тоже не должны быть сконцентрированы в Астане. Это тоже, но такое позволительно вам в основном на как раз IT-сферу. Но тем не менее, 370 иностранных компаний, больше 370. Ну, я же говорю, что вот эта экстерриториальность его, его специфика, поэтому такой оборот и такой эффект. То есть здесь, наверное, больше, Сергей, не по территориальности, а по содержанию, то есть и направлению развития, то есть в котором двигается тот или иной технологический парк. Татьяна, мне это добавить. Ну, в части Астана Хаба я, конечно, согласен. Это мощнейший такой технопарк, который дал импульс развития инноваций, цифровизации для как и для науки, так и для в целом молодых стартапов. Но если уходить в технологическую часть, то есть что нужно для промышленности, то, конечно же, мы видим малые эффекты. Это, наверное, почему зависит, потому что в основном Астана Хаб был определен с точки зрения таких небольших стартапов, более для маркетплейса, но промышленности очень маловато. И вот если смотреть Астана Хаб, то да, там есть определенные показатели, есть определенное косвенное какое-то развитие, есть какой-то мультикративный эффект с точки зрения развития, просвещения. Но если уходить в другие технопарки, которые там в регионах, то они показывают абсолютную неэффективность с точки зрения бюджетных средств, во-первых. Потому что когда проводилась аналитика по эффективности технопарка, который находится в регионах, она показала, что, во-первых, она не приносит никакие доходные части, второе, нет механизма по стимулированию, как и для бизнеса, так и для самого технопарка. Соответственно, это определенные люди, которые занимаются определенными проектами, но нет взаимосвязи между бизнесом, университетом и происходящим с трендами, которые необходимо развивать. Вот, Санаджа, вы думаете, что у вас экосистема очень хорошо развита? Я не совсем согласен с этим, потому что... Я в общем говорю, что экосистема связана, мы же говорим в целом, я говорю про инновации и технологии. Это паркет, это один из инструментов. Нет такой связи. С точки зрения промышленности связи маловато, потому что каждое промышленное предприятие сама разрабатывает неокры, сама ищет тренды, сама более ищет под те бизнес-процессы, которые им адаптируются. А если смотреть через призму коллаборации между технопарками, то там эффективность, я не знаю, может, 2% будет, нет, это и то большой вопрос. Здесь смотрите... Я тоже хотела бы со стороны университетской науки озвучить немножко с Тельманом по спорту, потому что буквально в этом году наш университет выиграл 2 мегагранта, 4 миллиарда 1 на создание именно технопарка по производству строительных материалов. Если бы до этого были технопарки, связанные только с IT-отраслью, то в нашем университете развивается именно в части строительства строительных материалов из отходов ГМК. Да. Параллельно рядом же идет мегагрант на 4 миллиарда государство выделило, мы выиграли этот конкурс вместе с бизнес-партнерами, потому что мы бы не выиграли эти деньги без участия бизнес-партнеров. К нам приходят именно и Казахмыс, и Казминералс, и Алтын-Алмаз, и там Алюр, и так далее. Много компаний, ТО, которые... То есть я правильно понимаю, вы выиграли грант уже под что-то? То есть у вас есть уже какой-то стартап, который требует развития? Это обязательство, это конкурсная документация. То есть государство создало такие условия, что 4 миллиарда мы выигрываем только при том, если в 200 миллионов у нас будет софинансирование со стороны бизнес-партнеров. Да, это обязательно условие. Поэтому уже создаются такие механизмы, и выстрел он в любом случае будет. Это все не все сразу. И там идет еще 3 года выполняется сама работа. Мы закупаем новейшее оборудование. Мы закупили за 3 месяца, значит, на миллиард оборудование современное, которого тоже нет во многих странах. И далее мы должны выйти на услуги, аккредитованные. Будем оказывать услуги именно предприятиям ГМК. И они заинтересованы в этих услугах, в услугах в аккредитованных лабораториях и так далее. Именно по разработке технологий мы будем заниматься и нано-композитами, кстати, мы будем заниматься и хал элементарные, химико-аналитические исследования. Вы будете просто проверять, правильно ли у вас на производстве сделали. Понятно. Но тут вопрос эффективности. Понимаете, можно получать и 10 миллиардов, и 20 миллиардов от государственного вопроса. Но мы тут еще смотрели... Сейчас пока здесь спорить об эффективности не стоит. Да, потому что это в будущем. Там, видите, там в ожидаемых результатах государство нам обязало выпустить 5 докторов PHD, например, в области строительства и в области инжинирингового центра в ГМК. То есть это будут и по нано-материалам, плюс еще мы туда привлекли зарубежных партнеров ученых с высоким индексом Хирша. Мы будем с ними публиковаться. Они заинтересованы, они получают. Но тоже пока об итогах говорить очень рано. То есть вы пока взяли только грант... То, что было в технопарке, я так чувствую, что это немножко умершая тема. Вам время получается... Смотрите, время какое выделили для реализации этого проекта? Всего 2,5 года. Да, 3 года. Нет, 3 это на бумаге, а на самом деле мы выиграли где-то в октябре результаты озвучены были. Мы за 3 месяца сделали закуп колоссальный. И вот еще 2 года полных. Сейчас в целом, да. Еще плюс 2 года. О результатах можно будет слушать только через 2 года. Через 4 года. Сергей, тут чуть, смотрите, другая история. То есть, на самом деле, коллеги о разных немножко вещах говорят. Тут IT, а тут ГМК. Даже с точки зрения, давайте промышленной инновации, уйдем от IT, такой путь, он более проторенный уже. Промышленная инновация. Вот в части промышленной инновации, здесь же 2 пути. Есть коммерциализация и венчурное инвестирование за счет бизнеса, то есть его заказ. А есть венчурный инвестор. Когда государство выступает венчурным инвестором, это вот то, о чем сейчас говорят коллеги. Вот эта модель сейчас начинает работать, в принципе, она и раньше работала. А вот первая модель, вот я здесь соглашусь, что первая модель у нас на самом деле не работает. То есть тогда, когда инвестором выступает бизнес, то есть он заказывает напрямую. Инвестору проще из-за рубежа это все. Без участия государства и получает там эффект. Вот этой связки у нас пока, к сожалению, нет. Вот, то есть, поэтому мы опять вернулись к модели, когда венчурным инвестором является государство. Вот есть Мацуката Марьяна, это американский экономист. На самом деле у нас почему вот такой гэп, потому что вот коллега правильно говорит, у нас в технопарке уже сколько лет назад они были созданы в части эффективности и так далее. То есть как раз таки Мацуката и говорит, что те государства, которые на сегодняшний день являются лидерами в части технологии, инноваций, это те государства, которые себя воспринимали как венчурный капиталист. То есть они как бы вот именно где высокорисковые, фундаментальные, где не окор. Вот, допустим, там есть даже показатели известные, что там какой процент от ВВП, какие страны, допустим, там Южная Корея, там есть, допустим, экосистема технопарка Тиджон, они там до 20% от ВВП на не окор. У нас там порядок цифр, то есть сейчас как раз таки вот министерство, у нас 0,13 сотых. То есть колоссально. От ВВП. Большой разрыв. Ну и теперь, главное же, порядок цифр сравнивать, сколько у нас, допустим, если посчитать ВВП и процент. У нас там условно инвестиции в не окор, какого-нибудь университета американского будут равняться, грубо говоря, нашему порядку. Но здесь очень важно, что сейчас как раз таки государству вот именно сейчас понимание произошло уровень. То есть вот вы поймите, что если когда-то что-то мы инициировали в Казахстане, 10 лет назад. Капитал не только в сырье, но и в человеческий капитал. Вот. Это вообще есть ромер, лауреат Нобольской премии, который модельно доказал, что влияет на конкурентоспособность любой страны в текущих реалиях. Всего лишь два фактора. Это уровень человеческих капиталов. В принципе, у нас в Казахстане с этим проблем нет. У нас на самом деле генетика хорошая. И мы сейчас вот как раз таки, если когда-то мы что-то инициировали в Казахстане и было не реализовано, это не значит, что в этот раз может не те условия были, не тот менеджмент и так далее, не та среда, не тот уровень зрелости в целом экосистемы. Сейчас у нас замечательный, вот коллега говорит, то, что пример, то, что 4 миллиарда, то, что вот у нас в Министерстве внуки высшего образования, уже сейчас очень хорошо, что мы на промтех понимания, понимаете, IT мы доказали, мы там, у нас хорошие рейтинги, все хорошо. Хорошо, давайте тогда уже к тому, что уже работает. Второй момент, вот человеческий капитал и как раз таки инвестиции в НЕОКР, технологии и инновации. И если мы для будущего поколения, для наших детей и внуков хотим создать реальную экономику, уйти в какой-то мере от сырьевой направленности социальной, как раз таки мы сейчас должны здесь как одна команда... Мы тоже об этом поговорим. Смотрите, все-таки время задавайте на экспорт IT-услуг, то, что в чем мы сейчас более-менее, ну, будем говорить, что более-менее сильны, да, то есть вот некоторые эксперты называют это новой нефтью, то есть то, что мы можем экспортировать, да, без ущерба для нашей страны. Но вопрос в том, мы реально можем на десятки миллиардов долларов ежегодно экспортировать IT-услуги? Я вам скажу так, у нас вообще КПА есть там в 2026 году, 1 миллиард долларов. Да, это то, что поставил президент. Да, это то, что поставил президент, и в принципе уже факты есть, в этом году у нас уже сотни миллиардов, где-то, по-моему, по 300 миллиардов мы уже достигли, и в принципе мы к этому показателю придем. Вот здесь, опять же, мы сейчас давайте, то, что цифровизация в целом в Казахстане получилась, то есть это очень важно вообще, если вот здесь трансформация страны смотреть, понятие как интеграция. Вы согласны, что вот IT-услуги, IT-решения, это новая нефть для Казахстана или нет? Согласен, в том числе, да. То есть и мы их можем экспортировать? Конечно, и сейчас уже, в принципе, много кейсов, где наши ребята выезжают. Между прочим, вот мы в прошлом году, уже в 23-м году, мы в Silk Road Innovation Hub, вот скоро будет там Саудии создавать, то есть мы уже выходим на мировые рынки. Да, вот за прошедший год, по-моему, на 85 стран работают. Вот это Астана Hub, то есть те проекты, куда они продали их. Теперь вот нам надо, видите, сейчас, смотрите, очень важно... Но все-таки, нет, подождите, я все хочу понять, что вот все-таки вот нефть, да, когда мы говорим про нефть, то мы подразумеваем, что это равноценно. То есть мы отказываемся от нефти, и мы можем IT-решениями это все заменить, без проблем, безболезненно. Не то, что отказываемся, это деферсификация экономики, в принципе, просто это сейчас наш шанс, то, что мы, в принципе, в IT преуспели... Насколько это реально? Это реально? Это уже факт, состоящий, просто на десятки миллиардов долларов ежегодно. Сергей, это вполне реально, более того, мы сейчас говорим об услугах, то есть это с нефтью, наверное, реально можно сравнить, то есть это не недра, условно говоря, да, это то, что мы производим. Есть еще и то, что можно действительно сравнить с недрами, это, например, данные или цифровые активы, которые мы тоже, в принципе, можем экспортировать. И такие прецеденты уже есть, но сейчас законодательное действие нужно будет подкрепить эти моменты, но я думаю, они тоже будут хорошими участниками экономики. Здесь знаете почему? Тут другой вопрос в том, что для того, чтобы этот экспорт развивался, то есть не был тупиковым, IT-отрасль, она растет не только своим производством, она растет еще и инженерная инфраструктура, инфраструктура связи. Вот не зря последние буквально два года ставится больше задач в части развития инженерии, то есть это доступный широкополосной интернет, мы сейчас укрепляемся по всем позициям, там проводим волос и так далее, потому что для экспорта IT-услуги там вагоны не нужны, не нужны, там, условно говоря, машины, да, нужны сети, то есть нужна хорошая телекоммуникационная сеть, которая могла бы это все передавать, в том числе в реальном времени, и нужны дата-центры, которые должны обрабатывать, должны считать. И у нас сейчас на данный момент такой инфраструктуры еще нет, чтобы беспредельно растить, значит, развитие и производство IT-услуг, поэтому здесь критически важно для нас сейчас, чтобы наша инженерная инфраструктура, она догнала и перегнала развитие, то есть прорывы в IT-отрасли. То есть мы сейчас ограничены только инфраструктурой? Совершенно верно. И тут, смотрите, это важно будет и для промышленной инновации, потому что все, что будет прорывное происходить в ближайшем будущем, будет, как правило, связано с большими данными и с машинным обучением. А эти две вещи, они привязаны к центрам обработки данных, вычислительным мощностям. То есть здесь, конечно, мы должны в этом направлении вот прям побыстрее, поинтенсивнее двигаться, и тогда да, возможно. Тальман, вы как, согласны, что новая нефть – это IT-услуги? Я полностью согласен. Допустим, даже если взять пример страны Эстонии, там же нет ресурсов, они весь свой фокус именно вбили в цифровизацию. Соответственно, всю экономику, всю стратегию страны… Да, экономика – 2% ВВП, насколько я знаю. И в целом, вы видите, что в основном Эстония показывает отличные результаты, она много экспортирует для стран Европы, и в целом у них как внутренняя цифровизация развита, так и внешняя. Соответственно, Эстония в этом не прогадала, и я так думаю, что Казахстан в этом направлении сыграет такую же роль, как и наши другие. Да, и сейчас в целом же по эти экспорты, вот у нас уже кейсы есть, когда в других странах, в Таджикистане, то есть мы уже начинаем экспортировать наш, особенно мы хорошо привлечили государственных услуг, то есть в части ЕГО мы там занимаем хорошие цифры. И здесь очень важно, вот я о том, что вы мне не дали это говорить, в части интеграционных. Почему в целом у команды Министерства Цифры получилось вот такие, получить результаты? Потому что мы смогли на горизонтальном уровне госуправления, вот, допустим, по госуслугам, мы создали институт цифровых вице-министров. У них соответствующие KPI появились. Очень важно сейчас у нас, это вообще в трансформации есть понятие, спонсор проекта, это не тот, который деньги дает, а который тебя поддерживает. У нас сейчас фактически спонсор проекта, это глава государства, который уже говорит, мы должны создать IT-страну, который говорит уже про искусственный интеллект. Ну, кстати, давайте послушаем вот цитату главы государства. Это очень важно. И вот нам в фронтехе бы сейчас вот так же дальше. Давайте послушаем, как он оценит перспективы экспорта IT-решений. Внимание на экран. Экспорт IT-решений может и должен стать одним из значимых направлений диверсификации отечественной экономики. Первые шаги мы сделали. Мы видели конкурентоспособные IT-продукты, а также сильные молодые IT-команды. Им следует всемирно помогать. Вот смотрите, когда президент говорит о поддержке IT-сферы, он говорит про технопарки или вообще в целом по Казахстану? Ну, здесь в данном случае он говорил в целом про IT. Мы же сейчас, видите, вот еще раз, мы давайте разделим, да, котлет отмах, как говорят. То есть в части IT-индустрии создания, да, цифрового Казахстана, у нас сейчас все двигается. Если все так же будет происходить, сейчас уже как бы механизм запущен, его результаты есть, и в принципе у нас уже все. Как бы у меня, по крайней мере, у нас обеспокоенности нет. Конечно, мы сейчас инфраструктурно, финансово, все эти фундаментальные вещи уже как бы проработаны, и есть понимание, как дальше двигаться. Сейчас как раз-таки очень важно нам сделать акцент в стране именно на промышленность, на фронтах, на реальную экономику, создавать высокотехнологичные заводы. И тазики, и гвозди, а высокие технологии. Смотрите, IT-услуги – это все хорошо, но по сути, по большой сути, мы продаем воздух. То есть у нас нет технологического задела. Мы сделали ставку, ну, грубо говоря, на воздух. То есть IT-решение – это все хорошо, да, это ум, это вкладываем какие-то, пишем программное обеспечение, но завтра оно может не понадобиться. Нет, оно… А у нас технологического задела нет. Вот. Того именно технологического задела как бы нет. То есть у нас есть хорошие IT-решения, но где их применять, мы у себя не можем. То есть мы можем их экспортировать, потом они не понадобились, все. Смотрите, здесь вот есть технологии, технологии, и есть просто цифровые решения, которые, в принципе, также в промышленности, там, IoT и так далее, все это внедрять. То есть сейчас как раз-таки вот, между прочим, скоро, с 1 по 3 февраля будет Digital Mathe, там как раз-таки это все будет на панельных сессиях обсуждаться. Сейчас еще раз, вот, ключевое. То есть мы должны сконцентрироваться на промышленности. Мы сейчас изучаем разные, да, технологии, мы изучаем разные экосистемы мировые, Южной Кореи, Тиджон, там, китайские. Мы понимаем, что даже сейчас есть какие-то маленькие страны, у которых ни сырья нету, ни земли нету. Но сейчас они с высоким переделом. У нас как раз-таки все это есть. Я же к чему говорю, что у нас очень много институтов развития. Сейчас мы просто в процесс интеграции. Как нам, чтобы у нас центральные планины комплексно поставить себе задачу, грубо говоря, кипя из страны, чтобы в течение, там, 5-10 лет построить высокотехнологичные заводы. Я же всегда говорю, айфон это композитный. То есть мы должны найти, что в мире, с чего много продается. Можно я это говорю? Нам надо, нам надо. Может, сейчас пока нет? Сейчас как раз в процессе, как нам поставить задачи, чтобы создать в Казахстане вот эти высокотехнологичные заводы. То есть вот такой кипя должен появиться в конечном итоге. И сейчас вот мы, допустим, по цифровизации, если есть у нас институт цифровых вице-министров, мы сейчас планируем вот эту инновационную составляющую, технологичную составляющую поднимать. И это как раз таки вот и зависит от нас, от всех. Мы сейчас эти кейсы поднимаем. То есть там нужна будет государственная поддержка или нет? Конечно. Это в первую очередь. Мы же сейчас, смотрите, создали Совет по технологической политике. Что мы, собственно, это, которого возглавляет премьер-министр, мы предложили вообще Казахстану, как мы говорим, не кипятить океан. Понятие появилось приоритизация. Мы сейчас определили в части техов, медтех, агритех, гринтех. Сейчас добавили индустрия 4.0, искусственный интеллект, машиностроение и так далее. То есть мы сейчас, у нас же как бюджет уже, он тоже не резиновый, правильно. И мы там тенге, там тенге, там тенге. Сейчас мы предложили, давайте приоритизируемся. И мы сейчас, допустим, делаем форсайт. Что такое форсайт? Это не когда мы только изучаем будущее. То есть мы изучаем всю емкость рынка мировую. Куда, какие тренды, допустим, по медицине. Какие емкости рынка там? Миллиард, 10 миллиардов, 100 миллиардов долларов. Потом мы смотрим текущую ситуацию в Казахстане. ЭЗИС называется. То есть мы смотрим и как пылесос ищем. А какие есть у нас перспективные ниши, где у нас есть уровень человеческого капитала, инфраструктура какая-то, патенты. И туда, соответственно, мы когда это определяем, что видим, о, оказывается, в Казахстане условно есть институт ядерной физики, у которого там циклотрон есть, который сейчас, в принципе, порядок цифр, там большой потенциал. Там как раз-таки value очень хорошим может прийти. И мы теперь, как страна, поднимая на соответствующий совет по терминской политике, и мы говорим, допустим, или по искусственному интеллекту, есть там серебро проект, да, форус дата. Мы говорим, а что мы как страна должны поменяться? То есть мы уже констатрированы, ищем потенциальных чемпионов, которые имеют потенциал, которые в тренде и так далее. И мы истинально, законодательно, финансы, как мы должны все зафокусироваться. В части, допустим, вот с Мануо у нас хороший кейс сейчас в проработке. Мы консорством создали, допустим, Каза Инновейшн, фонд науки, сам ГАУ, Назарбайский университет, когда мы, вот тот же 1%, он же тоже порядок цифры не такой большой, и мы сейчас говорим, давайте, вот то, что 1% на НИОКР у нас там выделяется, давайте какой-то, вот этот бюджет, допустим, НВО в части, вот то, что вот гранты выдают, давайте 50% конкретно на приоритетные отрасли экономики, которые мы определили и будем финансировать, а 50% на другие отрасли экономики где-то там, революционно, может, что-то и выскочит. Но мы должны сейчас сконцентрироваться. То есть вот эта приоритизация у нас сейчас очень хороший кейс. И самое очень важное, сейчас вот мы проводим акселерации, допустим, вот у нас недавно было с Министерством странных дел, там Каза Экспорт, Кастрейд, все коллеги наши были, мы сейчас предприниматели, сейчас у нас вообще хорошая тема, когда мы предприниматели говорим, хватит государство критиковать, давайте вместе трансформировать нашу страну к ее лучшим изменениям. Что мы делаем? Мы приглашаем по принципу 80% это представители общества, бизнеса и науки, и 20% это представители государства. И мы говорим, все, бизнесу, давайте вместе поднимать ботопап, какие текущие у вас проблемы есть и какие надо решения. Какая же интересованность у бизнеса в этом есть? Бизнес в шоке, очень заинтересован, они вообще в шоке. То есть у нас сейчас одно дело, мискоммуникации, то есть коммуникации это же очень важны. Мы сейчас не каждая ЦГО или квази-гос, мы друг друга, грубо говоря, плохо, мало, коммуникации. А мы вот бизнесу... Нет, Тельман как раз озвучил, что вот этой коммуникации, то есть коллаборации нет. Вот, сейчас мы... Бизнес не заинтересован. Мы сейчас акселерация по всем министерствам, то есть это хорошее подспорье, мы запускаем, уже я же говорю, мы проводим, допустим, по вечерному капиталу. У нас сейчас, допустим, Павел Коктышев, мы уже 3-4 сессии, это представьте, когда в офлайн, понимаете, когда бизнес приходит в офлайн, значит он сам, он реально заинтересован. То есть мы говорим бизнесу, это вот и есть социальная ответственность. Когда бизнес говорит, слушайте, давайте я своей компетенции, свое время, как помочь стране, давайте вместе, как одна команда, как один кулак, вместе трансформируем эту страну. И мы, как государственники, мы говорим, мы создаем эти площадки, берем фидбэк, и потом себе под карандаш, что мы должны делать, изменить дорожную карту, и точно работать. Можно я добавлю, мы же говорим про бизнес, да, точки зрения бизнес не хочет. Тут вопрос не в вопрос том, что бизнес не хочет. Бизнес понимает, что государство, она трудноповоротливая в целом система. Даже самые, были проекты, когда я еще находился в бизнесе, обратились к Назарбаевскому университету, пока не скоммуницировали, пока эту команду создали, все эти правила закупок пока все сверили. Знаете, мне легче объявить этот тендер, грубо говоря, в общем режиме, и другие там компании могут прийти, поучаствовать, сделать такое же решение. Работать с государством очень тяжело с точки зрения неповоротливости. Мы не разу отмечаем, что государство это не лучший менеджер. Соответственно, есть конкурентоспособный рынок, который должен эти неокры забирать. А когда государство вовлекается в этот 1%, хочет интегрировать, стимулировать всех вот этих незадейственных институтов, чтобы это было взаимосвязано с бизнесом, это влияние идет на бизнес само, как нагрузка. И, соответственно, мы должны понимать, тогда и государственные предприятия, квази-государственные предприятия тоже должны мыслить и реализовывать свои проекты, как другие конкурентоспособные компании. Вот тогда будет бизнес-интеграция. А пока это такой тяжелый поворотливый процесс. Давайте так, я вас на очередные сессии акселерационные приглашу. Вот как раз-таки мы там и трансформируем мнение. Видите, как бизнес? Бизнес привык только критиковать. Государство не поворотит. Еще раз, коллеги, вот знаете, самый главный кейс, вы поймите одно. Если когда-то что-то у нас не получалось, может не то время, не тот уровень зрелости того же госаппарата был и того же бизнеса в том числе. То есть мы не надо говорить, если мы когда-то что-то инициировали и не сделали, у нас же не тот времени наступило. Просто эти слова мы еще 10 лет назад слушали. Ну, я не знаю, может, вы слушали, но я вам сейчас говорю, что сейчас... Самые слова, которые 10 лет назад были, они тоже самые. Вот фарсайт, вся интеграция, это все 10 лет назад слушал, понимаете. Но мы опять возвращаемся к тому вопросу, может быть, надо сделать ошибки и поменять подходы. Ну вот, мы как раз-таки сейчас подходы и ошибки, мы как раз-таки это сейчас все и делаем. Хорошо, вот про технологии все-таки. У нас какой-то технологический задел есть уже или нет? То есть что мы можем предложить для тех же инвесторов? Куда они могут прийти, вложиться в какой-то определенный проект, который будет именно экономически оправдан? То есть любой инвестор, он не просто даже вкладывает деньги, ему нужно с этого что-то получить. Нет, одно дело, мы сейчас... То есть IT-решения, да, IT-решения работают. Технологии. Вот то, что мы можем потом в будущем экспортировать. В чем мы сейчас сильны? Вот смотрите, у нас в Казахстане накоплено миллиарды тонн отходов горно-металлургической отрасли, да? Вот все согласны с этим. И вот сейчас у нас наши ученые, да, например, они уже вот разрабатывают, у нас есть реально, изготовили теплоизоляционные панели, да, из диатомита. Есть такая уже компания, она отделилась, ее коммерциализировал Всемирный банк, продают и в Австрию. Тот же самый с Казахмысом. Наши ученые, нашей дочке, Казнитой Никаны Шатпаева, институт металлургии и обогащения, тоже с большой историей, знаменитый институт, они все разработали технологию получения селена высокой частоты. Это на самом деле. Селена хорошая кейля. Да, то есть у нас очень много уже, вот сейчас идет выстрелов, да, то есть эти вот наработки, это не один год, это там 20-30 лет работали научно-исследовательские институты. Просто сейчас это уже быстрее двигается именно с помощью государственных механизмов. Потому что вот эти... Поддержка идет и бизнес, то есть государство привлекло этот бизнес по условиям конкурса. Там, видите, да, синергия идет, площадка уже есть, уже почва хорошая есть. Мы сейчас занимаемся, у нас даже есть такие разработки по экологии, вот вы говорили про форсайт, то есть мы массово, мы все затронули, да, отходы, переработка, начиная там с добычи, тоже разного типа руды есть, да, добыча, обогащение металлургии, нанотехнологии, да, материаловедение, заканчиваем экологией. Мы даже очисткой водой занимаемся, сточных вод и почвы. Специальные растения сажаются, мы подключили биотехнологов, экологов, и уже есть прекрасные лабораторные результаты. Остался год-два. Очень много, очень успешных кислов, там много, где наши и производственники. Дайте нам время. Есть просто быстрые решения, то есть это вот то, что быстро коммерциализируется, то, что решает конкретную бытовую задачу. Ну это куда приходят инвесторы именно. Ну в принципе да. А есть отрасли науки, куда инвестор не придет, придет только государство как инвестор, это фундаментальная наука. Но фундаментальная наука, она в сроках, она очень такая достаточно долгая. Нас надо поддерживать. Но плоды фундаментальной науки, они по своей стоимости, они кратно превышают вот эти маленькие решения. И в принципе, тут наверное нам нужно, и сейчас в общем-то это обсуждение идет, что нам все-таки нужно эти две нитки поддерживать. Если здесь больше будет коммерческого инвестора, то в долгих решениях, фундаментальных решениях, это безусловно государство. У нас есть база по ядерной физике, ну классика, то есть город Курчатов, это центр атомных исследований, да, у нас есть прекрасное астрофизическое направление, то есть у нас выгодные точки есть в Алматы, которые действительно, у них очень есть такие фундаментальные, прорывные исследования. Но это не стартапы, это фундаментальная классика, наука, которая... Физико-техническая. Которая даст результат, но он будет такой долгий, но дорогой. Поэтому, наверное, здесь от правильной стратегии очень много сейчас на самом деле будет зависеть. И сейчас нам важно инновацию не превращать только в стартап. Нам важно инновацию все-таки вот делить на те инновации, которые вырастут из фундаментальных, технопарки, это что-то про стартапы? Технопарки, вы знаете, они как бы в целом, да, в основном. Но, но, если подходить фундаментально, что такое технопарк, это просто инфраструктура научная, где, в общем-то, которая собирает научные объекты. Вот пример такой, мы сейчас обсуждаем этот вопрос, как бы вообще статус дать наукоемкой территории, то есть не технопарк, а вот наукоемкая территория. То есть та территория, где стоит производство, НИИ, СЭС располагается и так далее, и уже как бы такие прецеденты в мире есть, допустим, когда здесь сразу, сразу думаем мы и об инфраструктуре на этой территории, потому что ученым где-то надо жить там и так далее. Мы сразу думаем о поддержке институтов всех научных, о поддержке производства, налоговых режимов и так далее. Вот сейчас в рамках закона о науке технопарк, я думаю, это будем этот вопрос обсуждать. Это важно, вот именно системность в этих моментах и тогда в таких технопарках будут расти два вида исследований, и фундаментальные, и вот такие вот чисто под коммерциализацию какие-то решения. Но при этом у нас сейчас, конечно, есть какие-то гэпы, которые мы, в принципе, определяем. допустим, сейчас, вы знаете, во всех университетах есть фэблэбы, грубо говоря, центры прототипирования, можно сказать. Но там они, конечно, какая проблема? Они должны существовать. То есть мы ни разделе, ни говорим, это закрывайте. У нас нет, знаете, коллективного доступа. То есть они в основном локальны для своих студентов, университетов, хотя они могут сказать, да, все приходите здесь можете, и они полностью неукомплектованы, понимаете? То есть, допустим, в каком-то фэблэбе есть, допустим, по химии там оборудование А, Б, В, а в другом там ИКС, 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 а комплексного, то есть мы вот сейчас тоже такой вопрос поднимаем, части центра прототипирования коллективного доступа. То есть сейчас что происходит? Вот тот ученый, он придумал какую-то гениальную технологию на бумаге. Почему он капитализоваться не может? Потому что он приходит к бизнесмену, к вечерному капиталисту и говорит, на бумаге здесь 5 киловатт зашло, 100 киловатт вышло, он не поймет. А мы должны создать вот эти центры, где полностью укомплектованы условно любую деталь, изделие, из металла, мы ему там в течение, даже я могу, возможно, грант придумаю, если мы его отберем, я скажу, вот, пожалуйста, и мы ему в течение 5 дней сделаем этот движок, который, когда он уже сможет пойти к бизнесу и говорит, слушайте, вот, у меня не на бумаге, у меня по факту, вот, прототип, давайте вы инвестируйте в нас средства. То есть это первое. И второе, сейчас секундочку, и технологический аудит производства. То есть иногда мы, наши ученые, генерят что-то, насколько это рынку надо, почему проблема с коммерциализацией. А есть заводы, вот, допустим, мы можем зайти на любой завод и сделать технологический скрининг, какие датчики, а уйти, и потом прописать качественные, количественные характеристики и сказать ученым, бизнесменам, ребята, сделайте дешевле, качественнее, мы вас тогда уже конкретно под объемы какие-то заведем. Понимаете? Вот такие, в принципе, этими процессами мы сейчас занимаемся. На красивой ноте, вот в 22-м году на юбилейной сессии в Академии наук глава правительства, глава государства Тукаев озвучил, что политех будет научно-инновационным хабом в инженерной промышленности. Все к этому идет. Все, ну и политех, я так понимаю, что у нас есть задел хороший на будущее, нужно только его реализовать, законодательно, по крайней мере. На этом все.